Улицы Новосибирска на этой неделе сковали автомобильные пробки, выросло количество аварий и пациентов в травмпунктах. Всему виной обильные снегопады. На борьбу с выпавшими осадками вышли дорожные службы мегаполиса. Каждую ночь спецтехника расчищает основные магистрали, но чтобы выехать на них с второстепенных дорог водителям приходится прилагать немало усилий. Елена Мершниченко продолжит тему. Снег на улицах Новосибирска лежит уже около двух недель, а значит для дорожных служб началась горячая пора. Специалисты мэрии Новосибирска пообещали, что до 25 октября все улицы города будут очищены от снега. Сегодня уже 27-е. Съемочная группа УТС решила проверить, выполнила ли мэрия свои обещания. Отправная точка – центр Новосибирска. Площадь Ленина. Дороги чистые. На часах 2.30 ночи. Уборка идет. Улица Челюшкинца. Ну, весь этот район железнодорожного района. Улица железнодорожного района. Крупные улицы или все подряд? Крупные улицы. Улица, где вал лежит, там и убираем. За ночь машины делают десятки рейсов. Могли бы и больше, говорят рабочие, однако долго приходится ждать грузовик. На дорогу до снеготвала и обратно уходит минимум полчаса, а днем в три раза больше. Едем дальше. Левый берег улицы Станиславского. Техника работает. Сворачиваем на Вертковску. От центральной магистрали метров 100. Колеи, снежная каша, ни одного трактора. Заезжаем во двор. А вот за очистку от снега внутри дворовых проездов уже отвечает управляющая компания. Заходим в первый попавшийся двор. Улица Вертковская. Без лишних слов, понятно, проехать здесь сложно. Колейность, каша, а под снегом лед. Следующая остановка – двор на Новогодней. Та же история. Придомовые территории не пролазны через одну. С тротуарами тоже не все гладко. Приехав на улицу Новогодняя, наша съемочная группа уже хотела сделать вывод. Здесь тротуары почищены. Но стоило перейти на другую сторону улицы, мнение изменилось. Здесь лишь протоптанная тропинка. По данным мэрии, за два дня с уличной дорожной сети города вывезли почти 17 тысяч кубометров снега. Работало больше 500 единиц уборочной техники. Наступил день. Наша проверка, казалось, подошла к концу. Но вот кучи снега на площади Маркса вместе с ночной тьмой не рассеялись. Горы снега на дороге рядом с остановкой «Кристалл» – проблема, пожалуй, ежегодная. Каждый день здесь проходят сотни людей, десятки транспортных маршрутов. И на зеленый свет светофора, словно в игольное ушко, пытается протиснуться большой поток людей между снежными кучами и стоящими автобусами. А по утрам и вечерам в центре Левобережья вообще настоящий коллапс. Впрочем, тротуары здесь тоже не почистили. За ночь снег подтаял, и сейчас прохожие еле передвигают ноги в вязкой жиже. Как справились задачи городские службы, оценку ставят новосибирцы. Не очень оцениваю. Не очень хорошо. Где обычно ходите, где вообще не чище? Да, здесь вот проходило, здесь уже тяжело идти. Ну, это же снег. Уберут, надеюсь. Вчера с Номерою седанчингом, наверное, с полтора часа. Вчера, вчера прям, ну, жестко прям было. В принципе, сегодня не очень. Грязно, приходится прыгать. С дороги буквально тротуар. Тоже обувь. Тоже не вечная. Да и, в принципе, вот тоже горы. Не знаю. Может, что неожиданно снег свалился, поэтому... Не могу сказать сегодня о главных улицах, потому что снег растаял, а не все-таки до асфальта. А, конечно, промежуточные, они все в ужасном состоянии. Снежная погода в Новосибирске, по прогнозам синоптиков, задержится еще как минимум на несколько дней. А значит, дорожным службам расслабляться некогда. Елена Мирошниченко, Василий Тополев, Александр Кабукин. Новости ОТС.